Впервые мы собираемся в таком составе. За одним столом ученые, вирусологи, эпидемиологи, генетики, инфекционисты, врачи из красной зоны. Главная тема – вакцинация против коронавируса. Пригласили тех, кто против прививок. В списке таких было четверо, остальные могли включиться онлайн. Но в итоге пришел 21 человек. Некоторые были без масок. По приглашению приятно, я рада, что приглашаю. И никого не встаю. Учитесь себя вести. Ваши вопросы все сможете задать. В зал заседания разрешили пройти еще двоим. Таковы санитарные требования. Заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева сразу призвала всех участников круглого стола к конструктивному диалогу. Я предлагаю сейчас перейти в конструктив, послушать друг друга. Сегодняшнее мероприятие не является пропагандой вакцинации. Ровно так же, как не является призывом отказаться от вакцинации. Сегодня мы обсуждаем различные точки зрения. Насколько можно доверять вакцине и какие могут быть последствия для организма. Это самые частые вопросы от татарстанцев. Ответ от эксперта, который сам привился. У нас есть шанс не заболеть этой инфекцией. Наверное, заболеют сотни. Но сотни миллионов не заболеют. Вот это надо иметь в виду. Привести все аргументы собравшимся экспертам не удалось. Помешали активисты, противники прививок. Они задавали вопросы не по теме круглого стола и постоянно перебивали специалистов. А даете ли вы лично гарантию, что эта вакцина впоследствии не приведет к бесплодию? Несмотря на это, эксперты хотя бы частично смогли ответить на вопросы, которые волнуют население. Возможно ли заболеть ковидом в результате вакцинирования? Из чего состоит вакцина? Здесь нет вируса самого приведения в организм человека. Здесь есть только его один ген, который никак не может вызвать заболевание. Это вот по вопросу то, что мы можем повысить там уровень заболеваемости в результате вакцинирования. Это четкий ответ. Никак. Это не вирус. Это не коронный вирус. Это один его белок. И вот на этот белок и вырабатываются антитела. Антитела вырабатываются через три недели после вакцинации, говорят врачи. А могут ли не появиться совсем? У человека снижен иммунитет. Если есть иммунодефицитное состояние, то в этом случае возможно недостаточно вырабатывать антитела. Если же иммунная система работает эффективно, нет иммунодефицита, то уровень вырабатываемых антитела должен быть достаточно высоким, защитным. В зале присутствовали и активисты из Санкт-Петербурга. По их словам, есть случаи принудительного вакцинирования. Прививаться или нет – дело добровольное, подчеркивает вице-премьер Лила Фазлеева. Если факты принудительной вакцинации имеют место быть на территории Республики Татарстан, или вы владеете информацией о вакцинации принудительной на территории Российской Федерации, оперативный штаб республики принимает все эти замечания, предложения с конкретикой. На территории Республики Татарстан на сегодняшний день 81 122 вакцины. Это количество для населения Республики сегодня небольшое. И, соответственно, организовывать принудительную вакцинацию на самом деле задачи нет. Круглый стол получился острым. Времени для ответов на вопросы рядовых татарстанцев не осталось. Хотя их на горячую линию общественной палаты поступило очень много. Ведь сейчас, когда идет активный период вакцинации, очень важно каждому услышать мнение экспертов. Но такое возможности сегодня, увы, некоторые активисты так и не дали.